Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу немножечко поговорить о свободе, этой актуальной теме сегодняшнего дня. И я вам напомню, что мы с вами уже видели, что существует, по крайней мере, а может быть вообще и только, существует три аспекта рассмотрения свободы или, лучше сказать, три вида свободы. Это метафизическая свобода, свобода социально-политическая и свобода духовно-нравственная. Для нас, естественно, это последнее представляет наибольшее значение. Для кого это для нас? Вы думаете, что это для христиан, что ли, да? Ну, может быть, для некоторых и верно, но далеко не для всех. Для нас это, говорю, для человека, потому что нужно же понять в конечном счёте, что истоки и начало и причины порождают все следствия. И если не будет свободы внутренней, то говорить о свободе внешней просто бессмысленно, поскольку она может быть только или агитационным моментом, или же кратковременным мигом, который в конечном счёте полноценной, то есть действительной свободы человеку и не дают. Помните, я попытался вам в конце сказать об очень важном одном моменте, связанном со свободой, именно со свободой связанным. Это принцип, на котором с особой решительностью нам надо бы настаивать и который надо бы подчёркивать. Это страх любви. Где нет страха любви, там не может быть ни блага, ни какого блага, и не может быть свободы. Что под страхом любви подразумевается, вы, наверное, помните. Речь идёт ни о чём другом, как о том, что это страх, страх оскорбить любовь Божию. Страх оскорбить, если хотите, святыню, оскорбить истину, отвернуться от неё. Тем более противостать ей. Именно страх как бы не стать противником вот всего того, что мы можем назвать одним словом – святыней. Вот, оказывается, какой страх. Это не животный страх, это не страх боязни, какого-то наказания, возмездия и так далее. Нет! Это гораздо более высокое состояние. Страх именно оказаться вне святыни, оказаться в грязи, в мерзости, круговращении страстей и так далее. Вот это понятие, понятие очень серьёзное. Почему? Потому что свобода, в которой нет этого страха любви, обязательно обернётся жестокостью, насилием, бесправием, как таковым порабощением. Только страх любви может удержать человека, обладающего всеми возможностями, от совершения преступления, от деспотии, от тирании и так далее. Именно страх любви может удержать человека от этого. Поэтому вот это вот положение, с точки зрения христианской, является важнейшим положением, вне учёта которого говорить о свободах – это, вы знаете, это какая-то или наивность, или насмешка. Поймите, что такое «я свободен, сделал всё, что угодно». Представьте себе вот сейчас на один только миг, представьте себе, сейчас объявляют по радио, по телевидению, и скажут, вот с 11.00 до 13.00 можно делать всё, что угодно, и никто не будет подвергнут какой-нибудь суду и наказанию. Я слишком большой срок, наверное, дал. На один час дайте, скажите «всё! Полная безнаказанность!» И вы увидите, что будет. Людей удерживает ещё подавляющее большинство. Людей удерживает от преступлений именно страх наказания. О, есть ли бы страх любви! Я вам приведу один очень интересный случай. Собственно, передам его, даже не приведу. Это случай, о котором опишет Солженицын. Он пишет, что в 1978 году всего на три часа был отключён свет в Нью-Йорке. И дальше он пишет. И плоды выросшей после Второй мировой войны «свободы» в кавычках обнаружились в полной мере. «Толпы американцев стали чинить погромы и грабежи, насилие и преступления». И он дальше сравнивает. 40 лет тому назад в Нью-Йорке, то есть 40 лет – это 1900, значит, 38-й год. 40 лет назад в Нью-Йорке тоже отключили свет. Но никаких происшествий не было. Люди помогали друг другу, зажигали свечи, спасали тех, кто застрял в лифте. Сегодня – возвращается он опять – сегодня они бьют витрины, грабят магазины, убивают. Отключили свет. А если отключить закон, на три часа что будет? Вот сразу обнаружится то моральное, то духовное состояние, в котором сейчас оказались люди. Вы посмотрите при этом. Очень серьезный факт с точки зрения, я бы сказал, психологической, с точки зрения оценки человечества, цивилизованного человечества нашего времени. В 1938 году, еще перед Второй мировой войной, люди помогали друг другу. Недаром очень многие политики, социологи, философы и психологи говорят, что Вторая мировая война явилась каким-то, вы знаете, каким-то средостением, перейдя которое, человечество ввалилось в какой-то грязнейший омут и продолжает там тонуть. Что-то просто буквально случилось. Вы знаете, Америка, кстати, была до этого времени. Это просто пуританская страна. Очень высокая нравственность, высокая мораль была. И вот и Солженицын об этом пишет, что теперь, ой, если бы это только Америка, это случилось с Европой, это теперь, увы, как грязный, ужасный вал набрушился и на нашу Россию. Подняли занавес и ринулись эти дикие животные, львы, тигры, леопарды, помните, как в Камагридеше, ринулись на растерзание нашего народа. Занавес поднят. Свобода. Чего? Свобода без страха любви. Свобода инстинктом. И не просто животным инстинктом. О, если бы! Дело в том, что немногие люди могут застрять на уровне животного. Они обязательно впадают большинство в сатанизм. Вот беда! Не могут даже остаться на животном уровне. Даже свиньёй не каждый может остаться. Он обязательно в дьявола превращается. Вот что такое свобода без страха любви. Почему христианство всю историю говорит об этом? Говорит о страхе Божьем. Кстати, вы имеете в виду, потому что очень многие люди не понимают, что такое страх Божий. Думают, что страх – это вот, Бог накажет, сейчас в преисподнюю тебя посадит. Или здесь обрушатся беды. Нет! Когда мы говорим страх Божий, мы говорим о великой, просто истине, страх любви. Вот, оказывается, о чём мы говорим. О великой истине. Вот, кстати, это надо надо объяснять же людям. Потому что церковные люди, к сожалению, и многие так называемые церковные, не понимают даже, что такое страх Божий. Страх оскорбить святыню, страх принести вред кому-либо, нарушить принцип любви. Вот что такое страх. Так вот, я и говорю вам, друзья, что свобода без этого страха любви, она является ничем иным, как теми открытыми воротами, в которые врываются звери лютые. И обратите внимание, во что превращается свобода печати, свобода слова, свобода информации, свобода телевидения. Во что превращается? Мы же сейчас все же это просто на лицо, это же видим. Вот, например, одна наша газета, я помню, очень здорово выразилась, популярная какая-то газета, и говорит, что современная свобода телеинформации стала телевизионной чумой насилия. Все это насилие. Представляете, глаза – это же ворота. Это же ворота в душу человеческую. И вливается вдруг туда эта мерзость и пакость. Даже человек подчас и не хочет. Просто невольно. Оказался перед экраном. Невольно. Чем-то заинтересовался таким, вам, пожалуйста, реклама. И грязный омут обрушивается на душу человека. Причем не просто обрушивается, а это чума насилия. Человек не хочет. Он хочет посмотреть что-то даже другое. А здесь что получается? Именно насилие. Вы слышите? Принцип современной жизни, принцип современной свободы, политики, демократии – это насилие. Только не в тех формах, которым мы привыкли называть насилием, когда с пистолетом в руках или атомной бомбой, а гораздо худшими. Худшие в каком смысле? Чем менее заметны эти средства, тем более они ужасны. Один американский психолог, знаете, как охарактеризовал телевидение в своей стране? Я вам зачитаю. Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Замечательно. Замечательно просто сказано. И действительно, он приводит. Следующий хотя бы один факт. Если к 18 годам в США человек становится свидетелем порядка 150 тысяч насилий, из которых по крайней мере 25 тысяч завершаются убийством. Слушайте, мы о какой свободе говорим? ведь надо же понять, понять же надо, что, когда говорится о свободе, то говорится о чем? О чем-то положительном, великом, прекрасном, достойном, святом. Это святость. К 18 годам, то есть с детства, когда он только научился подходить, он же ткает пальчиком в эту кнопку и смотрит. И в него все вливается. Его подсознание, подсознание, вот, подполье, забивается этой всякой грязью. И потом, друзья мои, очень трудно освободиться, бывает, человеку от этого. Очень трудно. Почему опытнейшие психологи, наши святые, это опытнейшие психологи, так постоянно предупреждали, берегите глаза, берегите свои чувства и прежде всего глаза. Впечатления прямо туда уходят, уходят. Помните, я приводил пример, можете помнить, что представьте себе где-то в богатейшем доме прием, роскошный, люди приходят, вдруг хватаются себе за нос и под всяким предлогом и тут же уходят. Оказалось, что же в подполье, откуда где-то идет, значит, какая-то, ну, вытяжка, там, простите меня, что-то сдохло, крыса какая-то, и этот трупный аромат несется. Роскошь сюда, яство, богатство, а люди бегут из этого дома. Понятно, что такое? Какая беда, когда человек закладывает себе в свое вот это подполье в душу, вот эту дохлятину. И этот трупный потом запах трупный отравляет его душу. Человек не может понять, почему нет радости? Все какая-то серость на душе. Нет вот этой радости, которую можно увидеть у детей хотя бы, которые радуются, смеют, только проснулся, он уже весь в восторге. А тут пытаются всячески, чем бы себя только обрадовать, водки, стакан, музыку дикую, изобразить радость. Не знает, чем уже, а радости нет. И чем дальше, тем тяжелее. У человека, кажется, все нормально в жизни. Еще бы! Это дохлятина так и прет оттуда, и человек даже не осознает и еще продолжает туда закладывать все больше и больше этих дохлых крыс. Вот видите, христианство смотрит в самую суть человеческой души. Говорит, береги, ты свободен только тогда, когда не поддашься вот этим вот глупейшим часто, часто садистским, часто сатанинским вот этим влиянием, которое призывает от тебя еще одну крысу за хвост заложи к себе туда. Христианство бережет человека, бережет душу человеческую. Вот так это было в Америке. Теперь это у вы и у нас. Вот вы будете и отцами, берегите детей от этой пакости. Насколько вы сможете. Вырабатывайте противоядие уже в семье, чтобы сам даже этот ребенок уже говорил, я не буду это смотреть. Помогайте им, спасайте их буквально от одичания. Удивительно, что современная европейская цивилизация с такой заботливостью охраняет тело человека. Убийство, оказывается, запрещено. Представляете? Удивительно. Убить человека запрещено. Я никак до сих пор не могу понять, почему? Почему? Когда не только разрешается, а пропагандируется всячески убийство личности, убийство души человеческой. Обратите внимание, что такое? Что за карикатура? Вот вы можете ответить на этот вопрос? Мне кажется, просто абсолютно невозможно. с такой заботливостью запрещается воровство, причинение тому вечи, убийство. Такая забота, прям поразительная. И в то же время буквально, буквальное разложение и убийство души. В чём дело? Прямо надо бы современному человеку, особенно нашему российскому человеку, задуматься об этом. В чём причина этого? Что это, думаете, наивность? Думаете, это глупость? Ну, если мы так будем думать, то тогда мы таковыми явимся. Всё происходит очень осмысленно, очень разумно, прямо целесообразно. Господь сказал нам, дал нам ключ, пониманию многих явлений нашей жизни. Какой это ключ? Дерево узнаётся по плодам. Подойдёшь и не знаешь, что за дерево? А когда попробовали, о, нет, нет, извините. Вот плоды, совершенно очевидные для всех. Значит, значит, ясно, кто это делает и ясно, почему это делает. Это делают разумные силы, только дьяволоподобные. И ясно, почему это делают? Для того, чтобы и людей погубить, и духовно, и телесно. то, что дьявол, он исполнен только злобы. Только злобы. И он хочет делать только зло. И если мы видим, мы видим такие моря и океаны зла, которые сеют нам вот эту вот службу информации в своей основной, то, значит, мы должны посмотреть, в чьих руках это находится и кто они. То есть мы знаем уже, уже ясно, кто они, характеристика уже ясна. Это надо понимать, друзья мои. Вы знаете, ведь самая большая беда, что мы кричим о фактах, возражаем против фактов и совершенно не думаем, не думаем о причинах этих явлений и о тех, кто стоит. Это же люди же делают, поймите. Мы смеемся на собаку, которая грызет палку, забыла о человеке, который бьет этой палкой. А сами возмущаемся, все, телевидение, то-то, рекламы, то-то. Не пора ли подумать, а кто это же люди делают? Что это за идеология? Надо подумать об этой идеологии, которая насыщает мир таким злом. И которая, эта идеология, уже безумствует своей злобе, потому что совершенно очевидно, что при таком направлении жизни мир идет к своему биологическому концу. Я уже не говорю о всем прочем. Биологическому концу. То есть, и сами они погибнут. Но, видимо, с ними происходит то, что происходит с человеком, находящимся в аффекте злобы. Когда он знает, что если он убьет, его отправят там на пожизненное заключение на 25 лет. Знает, знает, но он же не может с собой справиться и убивает. Так и здесь, видимо, эти люди, кажется, с холодным умом, он на самом деле находится в этом состоянии сатанинской ненависти ко всему и убивают весь род человеческий. И самих себя в том числе. Вот это совершенно очевидно, одно из очевидных, по-моему, соображений, да, которые следуют из анализа того, что мы сейчас наблюдаем в связи с развитием идеи свободы. Американский конгресс только и делает, что кричит о том, где нет свободы. Кстати, где нет свободы? Там-то, там-то, там-то. У себя под носом он ничего не видит. Как будто. Смотрите, прям сидят прям сатанисты. Да, сомнений нет. Именно сатанисты культовые. Не просто там по-своему говорим, вот человек, как сатана. Нет-нет. Культовые, сознательные. Вот такова ситуация, друзья мои. Свобода ради свободы – это дьявольская идея. Другого слова не подберешь для оценки этих вещей. Ну, и следствие такой свободы к чему приведет? Вы знаете, человек даже нутром своим начинает понимать и чувствовать следующее. Вы знаете, это вот внешняя свобода, она в конце концов обесценивается сама по себе. И человек готов продать ее за комфорт жизнью. За кого голосовать? А сколько дадите? И все в порядке. И не важно, кто он, сколько дадите, и я буду голосовать. Вот, может быть, читали вот эту книжку Калиновского «Переход». Довольно интересная книжка. Она касается, вы знаете, любопытная. Он касается темы посмертной жизни, но в отличие от других авторов, Моуди, например, Роулингса, он очень многие вещи оценивает с точки зрения святоотеческой. Он обращается к святым отцам. И в этом плане эта книжка представляет из себя такое очень счастливое исключение даже, если хотите. Очень положительное явление. Вот, так вот, он пишет. Повсюду в мире умирает свобода. Политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения. Меньше ответственности. Кажется, простые вещи он пишет. На самом деле он утверждает то, что имеет очень большое значение уже в плане не только личном, а в плане, я бы сказал, даже эсхатологии. Ведь в конечном счете все чем завершится-то? Когда люди вообще всю свою свободу отдадут, только лишь бы благо на земле, только кому отдадут? Кому отдадут? Я надеюсь, всем понятно. Обманщику и тирану, который в христианском откровении назван антихристом. Иоанн Богослов так и пишет. И поклонятся ему все живущие на земле. Правда, все, которых имена не написаны в книге жизни. То есть, те, которые полностью отдались вот этой мамоне и отдали всю свою свободу, всю свою личность. Кстати, вы знаете, в Америке, например, в школах уже сейчас даже на перемене нельзя читать Библию. В школах. Не имеете права. А вдруг посмотрит какой-нибудь иудей или мусульманин или какой-нибудь там язычник. И он возмутится. Вы заденете его чувства. Нельзя помолиться. Перед вот садясь за стол нельзя помолиться. Правда, интересно. Нельзя иметь четки, например, если вы хотите. Вы можете что угодно иметь. Какую безобразную в руках что угодно. Четки нельзя иметь. Вы слышите, как все целенаправленно идет. Ну, устраивать собрание христиан после уроков – это просто немыслимо абсолютно. В классе, например, Библию положить себе на стол – запрещено категорически права человека. Правда? Замечательно. Вот лицемерие. Дьявол всегда лицемерен. Конгресс кричит о нарушении их прав у тебя, что школьник не может держать Евангелие на столе в школе. Какое кому дело? Держи Коран, пожалуйста, тебе. Держи Талмуд. Пожалуйста, мы не возражаем. Нет, Евангелие нельзя держать на столе. выдали себя с головой эти родители свободы. Рождество Христово, сцена Рождества Христово нельзя изображать. Священника, я помню, на одной конференции нам говорили, священника, если зовут куда-то на Рождество, то обязательно условие не сметь ни слова говорить об Иисусе Христе, ни слова о Рождестве Христовом, говорить только слово Рождество, это можете, но ни в коем случае не Христово. И чтобы никаких, никаких христианских идей не было, не было здесь произнесено. Ох, какой страх! Какая ненависть к христианству! Подумайте только! Ну, вот, исходя из этого, друзья мои, можно сделать некоторые, если хотите, ну, выводы, что ли, ну, на религиозную свободу. Я бы вот некоторые вещи вам сказал, потому что это вопрос очень важный, вы с ним постоянно будете сталкиваться, что все же кричат о религиозной свободе, и говорят они, и требуют, и мы требуем этой религиозной свободы, и так далее. Мы же требуем тоже религиозной свободы, боремся за это. Хотя помните, с чего мы начали с вами рассуждение? Церковь, как тело Христово, всегда свободна. И во времена Римской империи первых трех столетий абсолютно свободна. Более того, я не знаю, когда еще в истории церковь так прославилась, как в эти первые три столетия. Помните, Бальзак, что говорил, из всех посевов доверенных земле кровь мучеников дала самый богатый урожай. Так что церковь, как тело Христов, всегда свободна. Во время любви и гонений. Но церковь, как организация, организация, в которой рождаются чада вот этой церкви тела Христова, вы слышите? В которой рождаются, в которой совершаются таинства христианские, в которой человек может приобщиться божественному откровению, священному писанию, святым отцам. Это же все церковь и организация же. Правда же? Мы можем именно здесь приобщиться. Через нее мы можем стать членами и церкви, и тела Христова. Это надо же понимать. Так вот, эта церковь, как организация, как общество, она естественно, как и каждый из людей, нуждается в этих внешних свободах. Эти внешние свободы, естественно, они нужны. Но здесь есть некая специфика и проблемы. Вот я хочу о них вам сказать с тем, чтобы мы имели как-то более полное представление. Ведь когда мы говорим о религиозной свободе, мы должны понять, что речь-то идет не только о христианах, не только о православах, а речь это о всех, кто говорит, что он религиозный человек. И вот здесь встает вопрос. Как вот правильно, справедливо поступить? И с христианской точки зрения, чтобы это было справедливо, и с гражданской, со всех точек зрения. как вот здесь быть? По каким критериям мы можем подходить? Вот первое, как мне кажется, первый вопрос, который здесь возникает, это вопрос о признании организации, которая называется религиозной, признать ее со стороны государства именно организации религиозной, признать ее как таковую. Это первое. Что для этого нужно? Друзья мои, я обращаю на это внимание, вам же придется встречаться со всеми этими людьми. Кто себя не назовет религиозной организацией, вы знаете, очень многие называют, для того, чтобы получить определенные льготы. Вот здесь оказывается, нужно очень тщательно проверить, каким образом можно это проверить. Способ только один. это совместные, слышите, совместные исследования авторитетных богословов и юристов. Так? Исследование, первое, исследование, чего вопросы касаются, что мы можем назвать религиозной организацией. вот тут требуется действительно такая скрупулезная, тщательная, разумная, что мы назовем религиозным, по каким признакам, по каким критериям можем назвать какую-то организацию религиозной организацией. Для этого нужна совместная работа и юристов, и богословов. Значит, первое – это выяснение понятия религиозности. Вторая проблема, очень тоже важная проблема, – это оценка морального учения этой вот организации, которая хочет назвать себя религиозной. Даже если мы признали, что она религиозная, то мы должны оценить, посмотреть на ее моральное содержание. Вот здесь уже требуется, знаете ли, тщательная работа органов власти. Вы же помните, как о Умсенрике, что было. Сам Горбачев принимал главу этого, представляете? Что потом выяснилось? Благо, что в Японии открылось. Какие-то изуэры просто. Надо им уничтожать и все. Надо убивать. Оказывается, что у них содержится? Действительно исполняется пословица «Не узнав в роду, не лезь в воду». Знаете, на лошадях, когда переезжали-то речку. Сначала узнавали, как тут пройдет телега-лошадь, не потонем ли? Сначала брод узнавали, потом уже ехали. Так вот, второй момент, и вторая, если хотите, проблема, это очень важная проблема, тщательное выявление действительного морального учения этой организации. Потому что, в конце концов, мы можем дойти до того, что легализовать, а кое-где это есть, в Америке уже есть, например, в Сан-Франциско, легализованы сатанинские организации. Сатанизм, как таковой. Под флагом религиозности. И третье, на которое я хочу особенно обратить ваше внимание. Первые две – это вполне, так сказать, понятны, а вот третье – чуть-чуть посложнее. И это очень важно понять. Нужно понять разницу между понятием свободы и понятием равноправия. Это разные вещи. Свобода и равноправие. Вы знаете, может быть, вот я приведу пример, который поможет нам разобраться в этих вещах. Представим себе демократическое государство, пожалуйста, Россию. Так? Все граждане свободны. Свободны каждый, может исповедовать свою веру, могут организовываться, пожалуйста, могут, если хотите, иметь определенные средства выражения своей веры и так далее. Это все понятно. Так вот, все граждане одинаково свободны. Однако, все ли мы обладаем одинаковыми правами? Нет, конечно. Ну, что? Одно дело просто гражданин, другое дело мэр города. член Думы или президент или министр. Понимаете? Каждый из них, из этих людей, которые занимают эти разные административные положения, так, они обладают теми правами, которыми не обладают все. Президент может объявить войну. Мы не можем объявить войну. Может заключить мир. Мы не можем заключить это. То есть, вы понимаете, что, оказывается, права-то у нас у всех людей разные. Так сказать, слои населения, которые обладают разными правами. В конце концов, они сходятся к одной личности, которая обладает наибольшими правами по сравнению со всеми прочими. То есть, при равенстве кажется свобод, полное неравенство прав. То есть, не полное, а неравенство прав. Это совершенно естественно. Мы называем это вполне естественным, нормальным образом существования государства, существования общества. Причина такого неравноправия какова? очень простая. Очень простая. На чём настаивают все и потом забывают, когда это не нужно. Очень простая. Большинство проголосовало за Ельцина, и Ельцин стал президентом. За Путина, и Путин стал президентом. Просто большинство людей. А зачем решается проблема прав? вот этого неравноправия демократическим большинством? На один голос больше – всё в порядке. Представьте себе, 51 тут, а тут, допустим, 50. На один голос всё принимается решением. Ведь 50 же против. Нет никаких проблем. Таков демократический принцип. И он получает больше прав, чем тот, за которого голосовали вот те 50. Это демократический принцип. Значит, на чём он утверждается? Утверждается на простом большинстве голосов. Это, друзья мои, очень важно в отношении религиозных свобод и прав. Кстати, на Западе так оно и есть. Церкви, будем говорить, или религии, которые исповедуют. Большинство граждан имеют большие права. меньшинству меньшие права. Например, в Финляндии, в Финляндии, например, православные и лютеране имеют такие права, что если в классе, в школе, в классе есть хотя бы, я не помню, один или два ученика, допустим, православных, уже государство оплачивает для них специально педагога. Два человека, я не помню, по-моему, два человека, кажется, уже специально финансируют. Только православные и лютеране. Ну, там же все другие полно всех, как и всюду сейчас во всех странах, вы же понимаете. Нет, другим нет. Почему? А потому что это большинство. Совершенно это ни у кого не вызывает ни протеста, ни изумления, все само собой, разумеется, конечно, большинство, они обладают правами. То же самое в Германии, то же самое в Австрии, то же самое во многих государствах Европы. Именно так оно и есть. И ни у кого не вызывает никаких недоразумений. Вызывает недоразумения только Россия. Почему это русская церковь, у вас там, это патриарх, там, с Путиным и прочее. Да вы же сами утверждают, что необходима демократия. Вы говорите-то или кто? На чём у нас строится на большинстве? Посмотрите. Посмотрите, проведите сами, пожалуйста, опрос. Большинство православно. Вы слышите? И сразу себя показывает, что, оказывается, правозлашение демократии для них – это демагогия, а не принцип жизни. Отношение себя – да. Как только касается России – нет. Вы должны дать полные такие же права и сатанистам, и кришнаитам, и яговистам, и всем на свете, как русской православной церкви. Почему? Спрашиваем мы. Равноправие должно быть. У вас же нет. Это не важно. Вот примерно такова картина. Вот, друзья мои, очень-очень это серьезная вещь. Это серьезный принцип, который надо понять. И вот в связи с этим не безинтересно отметить, друзья мои, откуда у нас в России вот идет такое отношение странное. Например, святой Иоанн Кронштадтский очень резко осудил дарованное Николаем Вторым в 1905 году равноправие всем религиям. Если вы хотите почитать, то можете, вот, например, интересная книга «Столб православной церкви» о Иоанне Кронштадтском. Это Петроград, 1915 год, издание. Он там очень резко осуждает это дарование, это равноправие всем религии. Иларион Троицкий святитель, святитель точно так же оценивает, вот, если хотите, я вам прочту вам даже, что он писал, святитель Иларион Троицкий. Вот, зачитываю. В феврале 1917 года, когда открылся собор поместный, он пишет, писал, «Высочайшая резолюция 31 марта 1905 года на докладе Святейшего Синода о созове собора». И дальше резолюция царя. «Признаю невозможным совершить в переживаемое время столь великое дело. Представляю, предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, созвать собор Всероссийской Церкви». Точка. Дальше продолжает Голарион Троицкий. «Годы шли за годами. Положение православной Церкви становилось невыносимым. Церковная жизнь приходила все в большее и большее расстройство. Прежде гонимые религиозные общины получили свободу. В древней православной Москве беспрепятственно заседали соборы раскольников, собирались съезды баптистов. Для православной же Церкви все еще не настало лето благоприятное. Отношение царствовавшей династии к православной Церкви – это исторический пример неблагодарности. Ужасным позором и тяжким всенародным бедствием оканчивается петербургский период русской истории». Так писал святитель Иларион Троицкий. Известный монархист и богослов генерал Киреев так прокомментировал освободительные реформы Николая Второго. Цитирую. «Царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность в пропаганде совершенно иное дело». Да. И мы видим, к чему привели эти свободы 1905 года. Свободы любой религии, то есть любой религиозной организации, должны быть соотнесены со степенью ее признания большинством населения. Тогда только не будет никаких коллизий. тогда только свобода и равноправе будут каждый занимать свое место и не будет никаких конфликтов. Но, вы знаете, чем я хочу закончить эту вот тему о свободе? Всю историю идет борьба за свободу. Всю историю совершаются войны, революции, перестройки. Всю историю. И так будет до конца. Святитель Игнатий Брянчанинов, яблея которого в этом году писал по этому вопросу очень хорошо. Вот его слова. «Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей, да то ли необходима власть и подчиненность? Они непременно будут существовать в течение всей жизни мира, только могут являться, являются, будут являться в различных формах. Неравенство, несовершенные свободы, неблагоденствие на земле в той степени, как этого желают, и это обещают восторженные лжеучителя, быть не может». Ох, замечательно. Восторженные лжеучителя. «Отношения власти к подчиненности, отношения власти и подчиненности разрушатся с разрушением мира. Тогда прекратятся начальство и власть». Он ссылается на 1 Коринфянам послание, 15 главу, 24 стих. «Тогда установится» и произносят какие слова. «Тогда установится братство, равенство, свобода». Помните этот девиз чей? Великой французской революции, а потом нашей октябрьской. «Тогда причину единения власти и подчиненности будет не страх, а любовь». Совершенно верно сказано. Тут уже, так сказать, ничего не прибавишь. Совершенно верно. Пока страсти господствуют в человеческой душе, и пока страсти это культивируется самими общественными законами и установлениями, мне кажется, ни о какой свободе речь идти не может. Подлинной, я говорю, свободе. Речь идет об отдельных правах, которые мы отчасти получаем, но и тут же они, эти отчасти получаемые права при страстях человеческих используются это как? Помните, мы с вами говорили, любое право меч обоюдо острый. В руках доброго человека он защищает, в руках злобного человека он убивает. Одни и те же права. Вот ведь дело-то какое. христианство вот это, друзья мои, один из таких, может быть, сложных вопросов, который стоит постоянно на повестке дня. Вы знаете, что и у нас он обсуждается очень интенсивно и на высоком церковном уровне. Я вам ничего не цитировал из решений, поскольку вы уже сейчас в курсе видимо этих всех вещей. Да, но проблема свобод и прав остаются. Скажу вам только еще одно. Это следствием является причиной же внутри человека. И пока мы, церковь, то есть, не обратим все свое внимание именно на внутреннюю сторону жизни человека, все наши прочие деяния, они будут лишь только, знаете ли, так небольшими косметическими мазками в жизни церкви, не больше, которые в любой момент обрушатся. Вот сейчас такие-то люди и, кажется, чего-то договорились. Такие-то люди, люди у власти. Переменилось что-то и все обрушилось. Как часто это можно было наблюдать, например, на акциях Министерства образования? Одни люди стоят и, кажется, все идет, все хорошо. Вдруг раз переменилось, все пошло наоборот. При одних и тех же законах. И в церкви то же самое бывает. Одни люди, при них делается то-то и то-то. Выходят на высокий вариант другие люди и начинается нечто иное. вот так. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, друзья, по этой, так сказать, проблеме. Но я вас призываю обратить внимание на эту тему, поскольку вам придется с нею постоянно сталкиваться. Постоянно. Вас будут просить выступать в школах, перед педагогами, учащимися, студентами, может быть, просто перед общественностью. И всегда эти вопросы, вопросы, связанные с данной темой, всегда будут. Так что имейте, пожалуйста, это в виду. А теперь я думаю, что мы с вами можем приступить уже к другой теме. Теме тоже очень насущной. Тема, которая все более глубоко сейчас входит в плоть нашей церкви. Тема, которая уже давным-давно на Западе стала главенствующей и полностью охватила, если хотите, сознание христианского мира уже полностью. Понимаете, что такое полностью? То есть, уже для других вопросов практически не остается ничего. Это называется полностью. Это тема социального служения церкви. Что это такое социальное служение церкви? Социальное служение христиан? Я вам сказал, что на Западе уже полностью. Да-да, я не оговорился. Практически уже вопросы духовной жизни там мало затрагивается. Очень часто совсем не затрагивается. Самое большее, о чем говорится, это еще вопросы нравственные. церкви. И скажу вам, и государство очень заинтересовано в том, чтобы церковь занималась этими вопросами, нравственными вопросами и вопросами вообще социального служения. Очень заинтересовано. Заинтересовано в нравственных вопросах. Почему? Потому что государство всегда хочет, чтобы граждане были законопослушными. А поскольку церковь имеет авторитет, то ее проповедь о необходимости послушания законом имеет прямо то, что говорит о том, что нужно для государства. Сами понимаете. Вот это законопослушность. Ну, и вторая сторона этого социальное служение церкви, оно часто очень помогает государство. Особенно в западных странах, вы знаете, церкви ведут очень большую работу. Есть очень много церковных учреждений, которые занимаются престарелыми людьми, например, больными, подростками, детьми, инвалидами, умалишенными и так далее. Церковь там очень много делает. Своего рода это целый департамент государственного служения. И поэтому государство с удовольствием помогает даже церквам в этой их деятельности. Почему? Ну, потому что это то, что должно делать государство. Но что оно, так сказать, ну, не в состоянии, может быть, до конца выполнить эту свою миссию. Запомните, друзья мои, одну простую вещь. Государство всегда смотрит на церковь не в том качестве совсем, на которое учреждена церковь, а смотрит на неё как на один из инструментов осуществления своих целей и своих задач. Задача государства всегда какая? Ну, будем говорить мы о хороших вещах, правда же? Мы не будем вспоминать определение Ленина, которое говорил государство есть машина для угнетения одного класса другим. Мы уж отбросим такие мрачные вещи. Вспомним лучше о другом, что государство по самой идее своего существования имеет своей целью благосостояние граждан. Причём благосостояние какое? Прежде всего материальное. Именно материальное. Недаром, вы знаете, ещё в Эпанагоге, даже Фотия, на Веллах Юстиана, великого византийского императора, да, вы знаете, всё время проводится такая мысль, что церковь и государство – это что душа и тело у человека. государство заботится о теле прежде всего, церковь заботится о душе. Но это было во времена, знаете ли, православной империи, и там государство думало о душе. Потом же, когда христианство иссякло и дошло дело до того, что церковь вообще выведена за границы, если хотите, государство, отделена от государства, то государство стало рассматривать церковь исключительно как то средство, с помощью которого оно могло бы также достигать большего, большего успеха в достижении своей цели, в осуществлении своей цели. Вот как. То есть церковь рассматривается как один из инструментов просто социального, социальной деятельности и больше ничего. Так государство вот в каком смысле заинтересовано в церкви. Я еще раз повторяю, может быть в эпоху, когда православие было государственной религией, там, Византия, действительно рассматривали церковь как душу. Теперь уже давным давно нет. Вы же помните, как Иларион Троицкий, святитель, как Антоний Харповецкий называли реформу Петра кощунственными, кощунственными. Он фактически выбросил церковь, как вот духовное что-то из орбиты государственной жизни. Церковь была зажата, сжата. Началось искажение церковных начал управления и всей, если хотите, духовной жизни. в связи с этим перед церковью то какая задача встает? Как она должна относиться к социальному служению своему? И кто должен заниматься этим? И почему должны заниматься этим? Вот это вопрос очень непростой, хотя, кажется, даже никто и вопросов не ставит. Заниматься служением, служением и служением социальным. Что такое социальным? Общественным. То есть помогать, помощь, помощь оказывать. Какую помощь? Разную. В частности, основное внимание обращается на то, чтобы проповедовать, кажется, христианство. Да. И вот тут-то, оказывается, всё не так просто, как кажется. Но вот прежде чем, друзья мои, поговорить об этих вещах, я бы хотел вам сказать, что вот понимание православного, понимание этих вещей для нас будет более простым, если мы обратимся чуть-чуть к истории и, по крайней мере, дадим характеристику тех двух, я бы сказал, точек зрения на этот вопрос, который имел уже место. И имел место где? На Западе. Очень хорошо вот эту картину представляет Сергей Николаевич Булгаков, который впоследствии стал, как вы знаете, протеереем. Он в 1911 году издал сборник статей «Два града». И вот там одна есть статья, которая касается как раз этого вопроса. Называется она так – «Средневековый идеал и новейшая культура». Вот как он в этой статье оценивает два направления, которые имели место. Он писал так. «Средние века и новое время настолько противоположны и вместе с тем настолько схожи между собой как вогнутость и выпуклость одного и того же рельефа, рассматриваемого с разных сторон. Средние века утверждали только божественное начало в жизни. Стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его свободу, они впадали в святой сатанизм, в хулу на Духу Святого, ибо где Дух Господень, там напротив новое время в своей односторонней реакции против средневековья склонно и совсем позабыть о божественном начале. Всецело поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия, практически неудержимо переходящего в языческое многобожие, натурализм и идолпоклонство. Средневековье признавало безземное небо и только мирилось, как с неизбежным злом с землей. Новое время знает главным образом землю и только для частного личного употребления, как бы по праздникам в храме вспоминает небо. под средневековье Булгаков понимает главным образом эпоху сразу после раскола, это 11 века и до наступления нового времени, фактически до эпохи, я бы сказал, реформации, до 15, до 16, до 16 века. Вот что называет он средневековьем, в данном случае Булгаков. И он утверждает, что в это время был очень силен еще идеал безземного неба. То есть, когда основные усилия церквей, ну, в данном случае еще церкви, католической церкви, были, как кажется, направлены на то, чтобы оторвать человека от земли, представить ему единственный идеал жизни только небо, и когда, с точки зрения Булгакова, человеческая сторона, вот это наше земное бытие были отброшены, забыты, преданы забвению. Вот он, именно это он называет средневековьем. А вот переход от средневековой цивилизации к новой произошел на религиозной основе, именно в период реформации. Вот, но об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова